Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть в Skyrim, Skyrim, да, ну что-то такое. Давайте проходить квесты. Я так почитал чуть-чуть и понял, что квесты... Тот квест, который про что-то поговорить с... сапфир... Это тетенька вроде. Значит, надо с ней поговорить, логично. И это находится тетенька где-то в таверне местной. Судя по всему, вот это и есть... Может, это оно, кстати? Если ты за подаянием, обратись к моему мужу. Если просто хочешь поболтать, меня не против. Боли где-то здесь. Собирается скармливать беднякам эти свои бредни про Мару. Короче, понятно. Пчела из жала, вот сюда нам. Где-то тут это сапфиры есть, сейчас мы с ней поговорим. Ох, мы с тобой поговорим. Слушайте меня. Возвращение драконов это не случайность. Да ладно. Это один из знаков. Знаков того, что госпожа Мара недовольна вашим постоянным пьянством. Извини, но боюсь, я сейчас ничем особо не могу помочь. Я в трауле. И примите учение прислужницы Кин. Нет-нет, Марамал. Мы об этом уже говорили. Ну, чего ты хочешь? Если это насчет медоварни, то поговорим позже. Ты должен узнать о том, семена какого ужаса посеяли. Хватит, Марамал. Мы все слышали о драконах и их возвращении. Не надо использовать их как повод, чтобы... Да, у тебя проблемы? Хорошо, Таллин. Я покину этот вертеп разврата. Мы тебя не выгоняем. Просто проповедуй в храме. А нам дай грешить с миром. Да благословит тебя Мара. Чем у тебя помочь, сын мой? Так, расскажите по большей... Ладно, пусть идет с твоей Марой. Добро пожаловать в пчелу и жало, господин. Если захотите отведать один из наших особых напитков, только скажите. Откуда он взял метлу? Ну, это не важно. Значит, ты... У тебя проблемы? Да, похоже, у тебя проблемы. Давай-ка поговорим о долге Шадра. Я знала, что этот мальчишка попробует как-нибудь выкрутиться. Тут все очень просто. Я ему денег одолжила. Он обещал вернуть, а сейчас говорит, что намели. Вот и все, в общем-то. Так, мы с тобой обознаем, что это была подстава. Не могу заплатить за него. Забудьте долго ли будешь им делать со мной. Ладно, но я вернусь. У нас же есть убеждение. Ты же понимаешь, что это была подстава. Ладно, ладно. В принципе, я тогда неплохо заработала. К чему терять время, запугивая конюха? Передай Шадру, что он мне ничего не должен. Ну вот. Надеюсь, еще встретимся. Может быть. Слушай, я уже сказала, что Шадр мне ничего не должен. Все, отстань. Слушай, я уже сказала, что Шадр мне ничего не должен. Да, понятно, понятно, пошутил. Вот ты стоишь просто вот так, Литруш. Почему? Мне нужно доставить сообщение Сиби Черный Вереск. Сиби Черный Вереск. Чего-то я не знаю. Это мне как-то не нравится. Сиби Черный Вереск какие-то эти. Что ты скажешь? Ты много не вовремя. Я оплакиваю утрату дорогого мне человека. Ну, расскажи, чё ж ты в трауре. Моя сестра Лилия покинула нас. Она была девой битвы у братьев Бури. Недавно нам сообщили, что она погибла. Мне, мне тяжело об этом говорить. Возможно, тебе стоит расспросить моих родителей. Вообще-то хорошо, что у меня столько дел на медоварне Черный Вереск. Нет времени печалиться. Мой отец в юности был братом Бури, а теперь слоняется по улицам, брыжет ненависть. Мать, жрица Талоса. Она заботится о святилище и наставляет... Ага, мы уже слышали эту историю только от твоей матери. Так, у тебя что, натянутые отношения с ними? Не стоит думать, что для меня политические воззрения важнее семейных отношений. Своих родителей я очень люблю. Просто мне кажется, что со смертью сестры они стали иначе относиться к Ульфрику. Я не уверен, что цель Ульфрика столь благород... Я хотел бы, чтобы эти мои слова остались между нами. Меньше всего я хочу, чтобы мои родители лишились и второго ребенка. Окей. Ты как-то связан с медоварней. Вообще-то да. Мы партнеры с Мавин Черный Вереск. Это я вложил средства в раскрутку ее дела, когда ей понадобились деньги. И пока что дела идут поразительно успешно. Меня даже удивляет, насколько ловко она совсем управляется. Может, мое имя и не значится на вывеске, но в каждой капле этого меда мои кровь, пот и слезы. Э, в переносном смысле, конечно. Понятно. Такс. В общем, пока ничего не понятно. Что ты скажешь? Если ты за имперца, нам не о чем говорить. Лилия ушла к братьям Бурим много лет назад. Короче, это его батя. Когда в Скайриме впервые начались волнения, она была девой битвы. Исцеляла ранее. И что же? Имперцы убили ее, как собаку. Как собаку. Вот почему я не успокоюсь, пока все имперские солдаты до единого не последуют за ней. А Ульфрик не воссядет на трон Скайрима. Откуда ж такая ненависть к империи? Как это растоптать нашу историю ради какого-то проклятого договора. Земля у нас под ногами пропитана кровью предков. Мы с... Мою дочь убили имперские псы. Короче, понятно. Непонятно в смысле. Понятно, что их уже три человека. Всю семью мы опросили. И толку непонятно. Квест-то какой-то дадут. Так, что у него и есть. Как вы познакомились с Керавой? Нет, потом мы с тобой поговорим. Бринвольф, постой, тут, да. Ты что хочешь? Мне нужно доставить сообщение Сиби Черный Вереск. Ну, хорошо, поскольку это... Ох, ладно. Я недавно предложил Сиби Черный Вереск купить у него Мороза. Одного из лучших племенных жеребцов в Скайриме. Он согласился продать его. Я заплатил Сиби половину суммы авансом, но коня получить не успел. Мавин приказал арестовать Сиби. И он теперь думает, что ничего мне больше не должно. Он не прав. Мне нужно, чтобы кто-то поговорил с Сиби от моего имени. А затем привел ко мне Мороза и принес его родословную, которая доказывает ценность коня. Как все сложно? Хм, дело-то вроде простое. Ты не пожалеешь. Иди в Рифтонскую тюрьму и поговори с Сиби. Выясни у него, где держат Мороза и хранят его родословную. И приведи ко мне коня вместе с бумагами. Только не в Рифтоне, а за городской стеной. Я тебе хорошо заплачу. А почему Сиби с решеткой? Понятия не имею. Но чтобы он не сделал, это явно очень разозлило Мавин. Ни один стражник не арестует члены семьи... А почему ты сам не сходишь к Сиби? Мне не слишком приятно находиться рядом со стражником... Короче, ты в розыске, и ты конократ. И нас хочешь подставить. Понятно. Все ясно. Луи Литруш. Точно какое-то цыганское имя? Так, кто такие? Мавин Черный Вереск. Хеминг Черный Вереск. Подождите, это же те самые, которые... Не-не, мы тебя не трогаем вообще. Сэм Гевин. Кто кого перепьет? Это что-то новенькое. Ну, давайте перепьем. Это мы еще поглядим. У меня тут особая настойка. Очень крепкая пойла. Ну, сдрогнули. Ты вроде не прочь выпить. Как насчет недорогого нового? Ну, я начну. Одна. Ну, чего ты хочешь? Если это насчет медоварни, то поговорим в очередь. Одной меньше, дружище. Да-да, мне еще одну. Я так понял, у нас тоже выпил персонаж, или что? Как насчет тебя? Ага, все так говорят. Но мне что-то уже хватит, пожалуй. Давай еще по одной, и тогда твоя взяла. Хм, еще давай все нормально. Ага, у тебя и вправду получилось. Посох твой. Твое здоровье. С тобой пить одно удовольствие. Я знаю, тут неподалеку одно милое местечко. Там вино течет рекой. Надо пойти туда. Эй, что-то ты неважно выглядишь. Опачки. Просыпайся. Дожили. Пора вставать. Пьяное богохульное чудовище. Пьяное богохульное чудовище. Где я? Ну, разумеется, ты не помнишь, где ты. Ты, небось, даже не помнишь, как тебе удалось тут очутиться. Не говоря уже о несвязанных криках про свадьбу и козу. Свадьба с козой? А это значит, что ты не помнишь своего хьяного удара и осквернение храма грудами мусора. Текст. Были со мной человек в Юнисэм. Прошу прощения, я ничего не помню. Напомню, что со мной было, я заплачу. Ну, давайте, прошу прощения, ничего не помню. Убеждение. Я с радостью помогла тебе освежить память, но я очень занята. Надо убрать бардак, учиненный тобой в храме. Но если ты поможешь мне убраться, а потом извинишься, может быть, я тебе и помогу. Ну и что делать-то? А что делать-то? Я отказываюсь говорить, пока ты не уберешь свой бардак. Какой бардак? Ну, давай, напомнишь, что со мной было и заплачу тебе за ущерб 191 золотых. Что, с пожертвованием нам не помешало? Да. Ах, да в твоем пьяном бормотании попробуй разбери хоть слово. Что-то там было про Рорикс-то. Может, тебе туда надо? Да ты все, навести в Рорикс-то. Ну, распрости Рорикс-то и с Эмми о посохе. Подожди, верни. Прошу прощения, храм Дибеллы закрыт. Почему закрыт? О, Кай. Что это вообще такое за дибела такая? Что такая дибела? Из язычников изумительно. Дибелла богиня красоты. Она покровительствует художникам и бардам, а еще тем, кто ищет простых удовольствий от жизни. В ее храме пилигримы получают благословение, и советы о том, как наслаждаться дарами жизни. Такс. А меня научишь наслаждаться дарами жизни? Что за твоя красота изумительна? И я могу обучить тебя множество вещей, но боюсь, что храм не берет новых учеников. Вот и все. Ну ладно. Благослови тебя, Дибелла. А то благословит так благословит. Что за дибела? Покажите. Ну не знаю. Что бы это могло быть? Что тебе нужно, симпатяга? Может, нового что-то появилось? Нет, ничего нового. Осторожно. Не упади на выходе. Светилище Дибеллы. Ну кай, окай. Выход там. А там что? Да. А, так не зайти, типа. Ну ладно, закрыт так закрыто. Ну мои святилища, может это... Чуть это какие-нибудь болезни исцелены, хоть что-то. Ну какая-то странная эта Дибелла, ну ладно. Ладно, понятно. Какой-нибудь там богиня типа любви, только не такой, а другой какой-нибудь... Не платонической, а какой-нибудь не платонической. Ё-моё. Ё-моё. Ого. Что? Вот, ну... Я... Ну... Да ладно. Что, серьезно? Вот аж сюда? Через все вот это... Все. Ничего себе. Какой-то Рорик стоит. Что из них Рорик стоит хотя бы? Солитюд. Фолкрит. Ну, Вайтран, дом, хорошо. Морфал. Танстар. Винтерхолд. Ну, Рифтин, а что за Рорик стоит? Где он вообще находится? Как все сложно? Ну, ладно. Короче, нам к Рифтину. Или вот лучше Рифтин конюшни. Да-да-да. Как раз дать квест по поводу этого... Как его там... Разговоры с Сапфир. Собственно, вот. Может, там какие-нибудь вкусности за это дадут? Да, вот тут мы были. Сумочку нельзя взять. Ну, в смысле, одолжить. Взять. Нельзя чужое брать. Так. Кто такое? А, это который. Я понял. А, у них же тоже квест. Надо идти делать квест. Эй, а где этот такой... Тут парниша был. Такой. Просто так прохожий. Темнокожий. Ну, я понял. Надо подождать. Сколько мы будем ждать? Один... Ну, как всегда. Ждать надо часов десять. Не меньше даже, может... Все одиннадцать. С другой стороны, можно было пока сбегать, да и... Ну, уже ладно, ждем. Сдать квест, чтобы уже хотя бы этот квест дать. И дальше идти чем-то другим заниматься. Ну, где ты там? Вот он ты. Все, ты больше ничего и не должен. Зелье невидимости. Доброго дня тебе, друг. Все ли в порядке? Кроме лошадей меня ничего не интересует. Я научился ездить и ходить одновременно. Ну, ладно, понятно. Так, теперь эти каджиты, которые... Ну, тут есть пещера, каменные ручьи. В общем, нам туда надо. И вот тут что-то, камень, шоро, что... Ладно, в общем, идем. Только не пойму, куда это сюда, да? Направление хоть выбрано правильно. Ну, более-менее, более-менее. Теперь сходим и посмотрим, что там творится. Может, мы это слишком долго уже? Ты кто такой? Все в порядке. Все в порядке, стражник. Никаких проблем. Все нормально. Иду по квесту. Квест одобрен ярлом. Да. Высочайшее одобрение получено. Врут, ну ладно. Вот как будто тропинка наверх. Ну, это не то, но все равно, тропинка наверх тут есть. Да ладно. Что такое-то? Эй. Е-мое. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, щит. Что такое? Кто ищет? Мишка, плюшевый мишка, где ты? Ну и че тут? Денежки. Да я понял. Светилище зенитара. Так, кто сейчас обнес светилище зенитара? Ух ты! Че это было? Мишка. Иди сюда. Мишка. Че такое, мишка? Ну не знаю, мишка тупит, а монеты. Ну хотя, правда. Как насчет? Я не совсем уверен, но по-моему, мишке не очень понравилось. Знаете, я теперь сам тут не запрыгну наверх, и это не совсем радует. А где мишка? Эй. А он че, все, сдох? Ну, фусра дахнул, так фусра дахнул. Ну а кай? Шкура пещерного медведя. А нам нужно... Да, 10 медвежьих шкур, это подходит вполне. Вот, кстати, еще, наверное, медведь. Халява! Так, напоминаю, нам идти куда-то... Немножко налево. Ну, вон же дорога есть куда-то. Нам куда-то налево. И вот это как раз ответвление похоже как раз именно туда. Да, куда-то сюда. Мы быстрее ходим без оружия. Надеюсь, тут нету сразу бандитов каких-то. Полпути прошли, тут еще какая-то развалена. Вот какая-то еще и пещера есть. Пещера, зеленая стена. И... Кто-то не хотел заходить, надо выходить быстренько, а то там какая-нибудь пакость наверняка. Все, 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 уходим, уходим, уходим. Но знаем, что тут такое есть. И, возможно, это на карте открылось теперь. Ну-ка, покажите карту. И... Нет, не показано. Наверное, не стоит туда спешить. А пойдем завершим квест этим самым таджиком... Эээ, каджитом. Что ж такое-то. Ну, пока что правильно идем куда-то сюда. Может, стоит по дороге именно, а не... Ну, да ладно. Может, еще медведя встретим, или... Надеюсь, не будет лишних законов. О-оу. Что-то ты мне не нравишься. Всякие тут... Травяные элементарные. Уходи. Ну, конечно. Что за елки-палки? Какие-то вшивые волки. И почему у них золото? Вот это тоже странно. Ага. У них тут было логово. Надо же. Не захавали бандита. Вообще-то это были хорошие волки. Так сказать. Да тролля даже захавали. Санитары леса. Оу. Зря мы их кокнули. Ну, что поделаешь. И да, и тут спрыгнуть, и... Кирдык. Конечно, нет. Волк куда-то убежал. Ну, пусть бежит. Я что-то его преследовать вообще не хочу. Так. Красные точки на горизонте. Что это такое? Кто из вас кто? Ух ты, елки-палки. Что это такое? Какие-то тролли. Да ну вы что, какие тролли. Так страшный какой. Да ну к черту его. Пошел вон. А их два. Да ладно. Ой, да ладно. Не, ну вы что. Не хочу их трогать. Уходите прочь. Может они... Не такие опасные, как себя. Я о них думаю. Надо валить, короче, от них. Мне не нравится. Вот уж какой быстрый. Вот что нет меня. Ох ты ж. О, да, конечно. О, да блин. Тролль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ну, ну к черту их два. С одним еще можно было подтягаться, но два, по-моему, это перебор. О, блин. Бежим. В смысле, тактическое отступление. Хоп. Ты не сможешь пройти сквозь эту арку. Че, правда? Может. Нет, так нечестно. Нас не догонят? Блин, догоняют. Ну, как? Не то, чтобы догоняют, преследуют. Все вроде. Фух ты, елки-палки, тролль. Ну, это же кошмар. Их, наверное, хорошо огнем сжечь. Ну, это я так себе так представляю. А мы почти уже добрались. Однако, тут какие опасные места. Че-то там еще осталось-то. Как будто звук какой-то. А, да, тут музыка есть. Я забыл. Большой мешок. Мешок муки. А удочка? Что, у них тогда была удочка уже? Пещера Каменный ручей. Ну, нам куда-то сюда. Ага, вот она. Ну, пошли смотреть, что там такое. Кто же обворовал бедных каджитов? Гаджитов. Чего-то все тут не так просто, как кажется. Бретонец. Это мы не хотим ничего брать, это отстой. Большой мешок. Такое ощущение, что тут в пещере обитает какой-то вегетарианец-мутант, который всех убивает. Эй, соль отдайте. Мешок муки и... Боди, я очень интересно. Теперь вопрос, что еще в этой пещере есть такого нужного? Лосось. Я поймал лосось. Это круто, но... Куда нам идти-то? Ах, вот оно что, сюда. Я себе думаю, мы вообще правильно идем. Ага, громила. Слышишь ты, громила? Победа за тобой. Конечно, за мной. Что? Бандит свободен. Кто еще? Ага. Жареная куриная грудка. Это классно. Железный слиток. Берем золото, берем лопата? Лопата? Ну, я возьму просто, у меня не было еще лопаты. А тут вдруг лопата. Ну, а вы тут отдохните. Ах ты, гад. Ах ты, орк. Бандит, орк-бандит, отмычка. Хорошо, длинный лук. Это все неинтересно. И я так думаю, там что было-то? Ответвление или... Давайте сходим туда. Не спроста это ответвление? Бочка. Марат... Это пинелло. Денежки. Хорошо, когда зарываешься в логову бандитов. У них есть денежки. Ничего себе намеки. Что это творится-то? Слышь, ты? Что-то было сейчас. Сидеть не жать. Головорец, говоришь? Ах, боже, что ты мой. Тупое создание. Так, что тут золото? Карта сокровищ. Икс, то есть 10. Слабые зелемаги. Хорошо. Серебряные зелия. Хорошо. Все, отстой. Что тут у них есть? Необычный камень. Конечно, взять. Алхимическая лаборатория. Оранжевая стрекоза. Это все забираем. Чашку можно было не брать, но уже так попалось, что попалось. Сундук. Людня Финна. Я не знаю, кто это, но возьмем. Лунный амулет, золото. Лунный амулет. Ага, вот мы ее взяли. Хорошо. В том заклинании обруч магии. Собственно, с этого начинались. Финн. Кто такой Финн? Есть лютня? Тайнатолары. Что значит просечь? Прочистить. Взять, конечно. Все забрать. А теперь посмотреть, что же там за проход дальше был. Но основное мы уже выполнили. Это радует. Главное по пути обратно троллей не встретить. Но мы, наверное, будем телепортироваться. Так будет проще. Сейчас так хоп и тут тролль. Нет, такого не должно быть. Ну что, харизматичник. Как? Кто такое? Ты кто такой? Бандит. Нет, нормально. Я тебя трогал. Получи щитом по морде. Кстати, тоже каджит какой-то. Ладно. Судя по всему, тут вроде как тупик. Хотя, наверное, ход и дальше есть. Большой мешок. Морковь. А возможно, эти самые каджиты-вегетарианцы. Хотя нет. Ну, у них клыки есть. Что надо? Ученик. Значит, мы сможем открыть. Ой, да ладно. То есть, вообще, не надо было поворачивать. Ладно. Камень. От 4 отмычки. Это хорошо. Это радует. Но тут все интересно. Это все классно. Ну и как бы тупик. Что было? Подождите. Добывать выход лунного камня. И как я тебя добывать буду? Ладно. Надо, наверное, какую-то еще кирку брать в руки. Или лопату. Или что-то такое. Но там что-то еще есть. Как-то туда можно попасть. Наверное, есть какое-то слово силы, которое позволяет... О, у нас же есть какая-то там... Сейчас. Как же он там называется? Не вот это. А вот это. Стремительный рывок. А ну-ка, давайте попробуем. Нет. По диагонали не получается. Что-то это... Болит голова теперь. Ну, включим обратно фусрадах. Что ж такое-то. Может, тут какая-нибудь плита есть или рычаг, чтобы обойти можно было? Да, что-то после вот этого... То ли захода в новую локацию, то ли после рывка что-то как-то фол испортился. Что-то мы сможем запрыгнуть как-то вот... Ну, прыгай. Давай, ты же сможешь. А, карта сокровищ. Подождите, может, это как бы прольет свет на эту всю схему этого подземелья, этой пещеры. В книгах. Карта сокровищ. Ммм. Все, что ли? Это нам все объясняет? Ммм. Вообще, что это? Нет ни малейшего понятия. Какое-то озеро. А там статуя, очевидно, вот этой медузы Гаргона. Или, возможно, там живет шесть камней или чего-то там вокруг нее. И где-то... Это не озеро, это остров, наверное. Остров. И сокровище под водой. Как интересно. Ладно. Все, это нам теперь все объяснило. Совсем нет. Ну, вот же, там есть что-то. Как пройти? Ну, не знаю. Пойдем хоть квест дадим, а то что-то совсем... Здрасте, бандит. М-да. М-да. Вот и вышли мы в Скайрим. Пещера Каменный Ручей. Так еще дальше и в Виндхельм придем. Зачем, не знаю, но... А тут вверху что-то было? Или мне показалось ли тут какой-то лагерь? А запрыгнуть? Не царское дело прыгать? Ну, конечно. Кто-то ходит и не атакует. Свои, что ли? Ты кто таков? А, имперский солдат. Тут имперский лагерь, типа. Ну, мы не против же империи, правда? Варим отсюда. Ты не знаю эти империи. Ну, лагерь есть, но че. Вообще нам, как бы, на него указывает значок в Скайриме. Это зачем так? Короче, не хочу туда подходить. А то примут в империю и скажут, что теперь им должен платить налоги или еще что-нибудь такое. Вообще неинтересно. Так, тем временем. Нам надо телепортироваться к этим самым аджикам. К аджитам. Да. И это где-то вот... К конюшням. Ну, быстрее будет, чем просто так идти. Тем более, там было два тролля. Они какие-то почему-то недружелюбные. Даже не знаю, с чего вдруг. Просто мимо шел. Ну, где эти ваши... Каджиты? Слышите, они тут сидели вот, а я им, понимаешь, квест выполнил. Где они теперь? Что творится? Куда теперь их исходить? Идти, где они? Опять дракон. Тарам-барам-пам. Только что убивали. Снова здрасте. Можно мы просто вот нажмем Т и подождем. 8 часов это вечера, я так понимаю. Вот мы подождем 12 часов. Мы же не вступили в бой с драконом. Значит, не считается. Но он сейчас опять прилетит. Не часто ли он сюда наведывается? Уже как бы второй будет. Ну и что? А, он летает тебе и летает. Ну, классно. А каджитов нету и все. Лучше поеду по добру и поздорову. Правильно валяй отсюда. Тут творится сейчас такое. Ну, прямо не знаю. Куда же теперь к этим каджитам сдавать это все? Совсем не весело? Они что, может, перекочевали к другому городу, и мне теперь туда надо телепортироваться? Что творится? Давайте посмотрим. Журнал. Значит... Значит... Это... Нет. Нет. Разное. Лунный амулет. Вот это, да. Показать нам на карте, куда вернуться. Куда? Куда? Стар, они аж куда-то аж сюда. Да ладно. Да мне их по всей карте бегать, искать этих каджитов? Что? Во! Здрасте, ребята. Вот ты! Конечно, конечно. Вот твой амулет. Дом. Если тебе когда-нибудь понадобится в спутнике воин Каджит, для меня будет честью сопровождать тебя. А пока что, вот, это тебе, знак признательности. 750 золота. Ладно. Спасибо. Как бы сказать, ну, вообще сюда не хотел. Что-то творится-то. Это... Ничего себе. Это вообще где-то в черте где. Вот отсюда. Вот. Ничего себе. Как они успели за один день и так перебежать? Какая-то... Каджитская магия. Ну да ладно. Ну что ж, наверное, будем продолжать делать другие квесты. Особенно вот той тетеньки, которая сказала пробежаться, найти три разных предмета. Вот. Будем, наверное, начинать с него. Ну, пожалуй, это уже будет в следующем эпизоде. Опачки. Че ты хочешь? Довольно страшно, да? Ну ладно. Опять тут зима, луна, ночи, все такое. Что скажет стражник на это? Какие вампиры? Тут драконы летают, а вы с вампирами лезете. Ну, ё-моё. Карта обновлена. Что значит обновлена? Вообще без понятия. Наверное, все-таки... Давайте сюда. Рифтинг конюшни. Надеюсь, дракон уже свалил подальше. И будем где-то в рифтинге и около него выполнять квесты. Ну, совсем уже куда-то в другую часть карты неохота лезть. Все, где-то тут. Где-то вот так тут и остановимся в который раз у этих ворот рифтинга. Как-то так. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч.